Добрый день, дорогие друзья! Как говорят, у природы нет плохой погоды. Каждая погода в благодать, но в Анапе вот дождь. У нас на Кубани вообще действует предупреждение штормовое. В общем, к сожалению, прогноз сегодня сбывается. Пошли дожди, причем затянуто все тучами. Видите, что это, я думаю, надолго. Ну, мы будем радоваться таким моментам. Посмотрите видео, прислал подписчик с улицы Лермонтова. В Анапе гуляет в тапочках по лужам. Это улица Лермонтова. Единственное, надо было носочки снимать. Все-таки тогда было бы гораздо лучше гулять. Мы же нажимаем от винта. И уже почище стало. Помимо того, что была информация о прилете вчера двух БПЛА по Ильскому НПЗ, вечером еще появилась информация о том, что прилетел еще один БПЛА. Но он сел куда-то в поля, там работают спецслужбы, обезвреживают его, чтобы все было дальше хорошо. Надеемся на это, друзья мои. На кадрах вы как раз-таки видите прилеты по Ильскому НПЗ. То, что засняли камерой. Ну, и видите, именно этот БПЛА, который упал в поля. Как можете увидеть, многие люди даже не берут зонтик с собой. Просто так ходят по улицам, как грибной дождик. Хотя он усилился. А нет, вот видите, впереди девушка под зонтиком идет. Не всех испугала эта погода. Посмотрите, как девушки наслаждаются на пляже тем, что пляж полностью принадлежит только им. Сидим, нюхаем море. Дождь идет. Море красивейшее. Дождь лупит. А нам все равно. Весь пляж для нас. За отсутствие нормальной ливневой системы в Анапе, вы можете увидеть, здесь вот арыки залиты водой. И выезд Смирный на Анапское шоссе. Здесь постоянно у нас подтопления идут, друзья мои. Ну, Анапа, как всегда, становится в пробочке. Несмотря на дождь, сегодня понедельник. Ну, а я отправляюсь, ребята, на диспансеризацию. Сегодня у меня прием к врачу. До этого я сдал уже анализы, сделал флюорографию. Сегодня пойдем дальше по врачам. Все, как вы просили, чтобы проверить здоровье. Также вчера произошла страшная трагедия. Сгорел гостиница, потопцы. И это, на самом деле, очень страшно выглядит. Давайте посмотрим эти кадры. Номерку который? Да, куда он делся? Да, нормально он работает. Людя, что он за? Также мои подписчики присылают фото погибших дельфинов. Один там в районе Эры, один возле пансионата Высокий берег на берегу. Жалуются, что вроде пытаются куда-либо обращаться, а никто не реагирует. Дельфинов не убирают. Говорят, что это может привести к трагедии, так как трупный яд попадает в воду. Нам бы хотелось, чтобы службы отреагировали и убрали дельфинов. Я рад, что в этом году, честно, их не так уж и много. Но все равно гибель каждого дельфина – это трагедия. Но когда я снимал трансляцию позавчера, и мужчина прыгал на дельфина, я говорю, что вы делаете? Он говорит, что это всего лишь большая рыба. Но жалко, что так людей воспитали и не объяснили, кто такие некопитающие. Температура воздуха плюс 18 градусов. Людей на улицах не так уж и много. Мы сейчас на пересечении Ленина-Крымской находимся и приближаемся к нашей уже в поликлинике. А у нас, друзья, вчера была трансляция на втором канале. А вы о ней, возможно, и не знали. Хотя, в принципе, у нас там довольно-таки много было. Ссылочка есть в описании. Подписывайтесь, я думаю, все чаще будут эфиры проходить именно там, чтобы сюда выпускать поменьше контента, ну и более коротенькие, чтобы вам было удобнее. А там будем гулять, болтать и наслаждаться обществом друг друга. Парковочное место все-таки я нашел. Тут они присутствуют. Ну, так вот выглядит наш город. Можно сказать, самый центр. Здесь у нас есть магазинчик, в котором продаются фрукты, овощи, мясо. Раньше здесь был казачий рынок, сейчас видите. Чтобы в городе никто не знал, что там происходит за этим высоким забором. Вместо снесенных, так сказать, пенатов. Пишите ваши предположения, что там будет, ребята. Мне прям очень интересно. Тут, кстати, было очень вкусное кафе. Недорогое, прям очень-очень недорого. Его можно было покушать и жалко, что его больше нет. Но это наша политлиника анапская. Маленькая, надо увеличивать. Как говорится, как минимум раза, наверное, в четыре. Ну, вроде бы, по крайней мере, я прихожу, у меня все хорошо здесь. Дай бог, чтобы у вас всех так было. Теперь я пришел к врачу, когда мне все рассказали, что по моим анализам, там, что, как. Девочки, большие молодцы. 220-му кабинету большой привет. По здоровью, по анализам, вроде бы, все хорошо. Вопросы только к сердечку, к моему. Давление у меня немножечко не такое, как надо. В общем, буду неделю стараться замерять. Замерять давление, пульс, вести наблюдение. Плюс мне выписали кое-какие там витаминки. Ну, и будет у меня там обширное УЗИ сердца, так как у меня там дофига. С детства тянется проблем. То, из-за чего, как многие там интересуются, я в армию не пошел. Все, что я делаю, это вопреки своему здоровью. С любым бы поменялся диванным критиком, который там писал бы, о, там откосил и так далее. Лучше бы отслужил, серьезно. Ну, по сути, радуемся жизни. Я, честно, прям, врачей боюсь. Я пришел, у меня, может быть, из-за этого у меня глазок вызвалось, там, ком в горле, прям, вообще не могу до сих пор отойти, когда, знаете, тебе вот приговор говорят по твоим анализам, прям, очень тяжело все это переживается. Ну, будем надеяться, что все дальше будет только хорошо. Все, в угол, чтобы живы были, ладно. Мы же не можем сегодня остаться без моря, поэтому пойдемте прогуляемся чуть по городу, посмотрим по сторонам, что здесь интересного происходит, ну, и как центр живет. У нас, ох, самокат. Класс. Лучше витра транспорта даже сейчас. Наша достопримечательность от Юрия Полякова. Подарок Арочка. Теперь можно спрятаться под ней от дождя. Она понемноголюдная, я бы даже сказал, пустынная. Изредка люди с зонтиками. Хотя, в принципе, это тепло. Но ветра нет. Из-за этого в Анапе, когда нет ветра, практически жара. Здесь, как вы помните, у нас идет перестроение. Будет новый облик у театральной площади. В общем, постепенно планы уже решаются. К концу лета, где-то под зиму, уже все должно быть готово. Мы будем хвастаться в Анапе о том, какая у нас красивая новая локация появилась. При этом, вот, меня поражают наши службы в Анапе, чтобы у нас было чисто. В центре города это действительно так. Вы можете видеть, что да, сейчас под проливным дождем работают наши дорогие благоустроители. И чистят наши территории. Вот этот пёсель мне тут так радует. Он как живой со стороны идешь. Ночью так вообще можно перепутать. Подходим к русским воротам. Здесь основная сейчас локация перестройки нашей набережной. С левой стороны у нас находится Горьгипи. Это музей нашей древней истории Анапы. Сейчас здесь, в Матрике, нашли еще Вильную улицу. Вот клево, конечно, если бы расширили это все. Может, возьмите те же самые города Крыма. Там история привлекает просто несметное количество туристов. Если вот эту дорогу убрать и ее раскопать, я думаю, там тоже будет очень много интересностей всяких разных. Мы же приближаемся к набережной. Вот так вот выглядят сейчас изменения за этим забором. Можете посмотреть, что идет. Хотя тут можно было тоже раскопки провести, я думаю, было бы интересно. И с этой стороны поубирали все деревья старые, которые у нас были. И мы с вами врываемся в атмосферу лета и отдыха. Нифига, правда, на это не похоже. Но как есть. Зато фонтан вот работает. Кто хочет гулять, ничем не понадобедить. Вон, люди надели пакеты вот на себя сверху. Дождевички. И гуляют. Очень красивый фонтан. Один из любимых моих фонтанов в Анапе. Жемчужина на набережной. Красота. О, дождь усилился. Я маленький зонтик взял. Думал, что будет не так многое вот этого дождика. Скукоролс у нас сейчас. Винов. Это кафе-пароход. Возле него также у нас высадили огромное количество цветов на клумбы. И здесь мы видим, что уже практически все строения, которые были на открытии сезона, увозят постепенно. И их тут не остается. Все равно город красив. Даже вот в дождь. Вот нет такой погоды. Честно. Тепло, хорошо. Но я в майке, в шоках, ребят. Просто зонтик на меня. И все. И вот такая вот красотища. Одно из любимых моих мест здесь на углу подойти и смотреть по сторонам. Конечно, когда больше людей, это выглядит более приятно. Ну и такие пляжи тоже великолепны. Красота. Еще очень классно. Это как парень прислал нам видео. Только он почему-то в носках был. Вот так вот побродить по теплой водичке. Абсолютно чистой. И прекрасная у нас в Анапе. Тем более, ее здесь много. Очень, очень, очень клево. Слушайте, даже наш кораблик сейчас пользуется популярностью. Я очень хочу поблагодарить все-таки Зеленстрой наш Анапский. Посмотрите, какую красоту они создали. Ну это же невероятно. Вот ты просто показываешь людям, при этом перед этим были другие цветы. Они смотрят, говорят, вау, вот это да, вот это Анапа. Вон целая семья под зонтиками с кофеечком. Только что с кораблика вылезли. Хочу сделать хороший кадр. Я и кораблик на набережной под зонтиком. Всем привет вам, ребятам. Пойдемте на море сейчас сходим. Температура у моря сейчас 22 градуса. Ну здесь, на втором яре. Все к морю еще подойдем, еще раз замерим. Ну а, друзья мои, сколько же здесь красоты, ароматы. Особенно это все с капельками дождя выглядит просто невероятно красиво. Ай, молодцы в капитане. Тут помимо роз еще и нарядная лоза плетется, что она наверх. То есть в скором времени здесь будет очень зелено и красиво. Я и правда помню, когда здесь стояло дерево с тарзанкой в детстве. Там вообще они меня поймут. Или те, кто отдыхает давно, когда не было этих строений, мы катались на этой тарзанке сверху вниз. Было круто тоже. А я здесь нашел еще одну большую лужу, по которой можно прогуляться. Это очень теплое, классно. Очень много людей продают. Но некому почти продавать, потому что все прячутся по своим домам. А зря. Ребят, честно, погода очень хорошая. Зонтик, если вы ничего снимать там не собираетесь, как я, вам может даже не понадобиться. Просто реально дождевичок. И все. Шашичок здесь от 75 рублей обещают, ребята. Лежаки сейчас здесь объявляли мне цену в 200 рублей, то, что можно было снять. Сейчас вообще можно бесплатно. Тут я даже желающего деньги с вас взять не вижу. Хотя, вот смотрите, можно с зонтиком вот так вот расправить. И сидеть, пожалуйста, лайфхак, смотреть на море. Красота. Здесь, ребята, берег становится более обрывистым, потому что вода забирает песок с нелом. И есть водоросли. Вот реально бы их убрали. Вообще тут идеальное дальше чистейшее море. И проблем-то тут не так уж и много этих водорослей. Но, к сожалению, пока не могут решить этот вопрос. Честно, сеточками затянули. И дальнейшее размножение бы их было невозможным. А сейчас задует какой-нибудь запад. Сюда пригонят все водоросли с побережья. И здесь будет трэш. Ну, все как каждый год происходит. Это не какое-то там предсказание. Но оно будет именно так. Пока чуть-чуть можно все эти вопросы прям решить. И снова дождь усиливается. Эх. Ну что же за погода в такое время года. Хочется лета, жары. А не все вот это. Да, девушки и мужики. И лебеди. Красавцы. Здесь вот в этом месте тоже водорослей было больше. То есть, может быть, даже убирали. Может, я не прав. И там как бы чуть-чуть осталось. Туда у нас дорожка к фонтанам. Ну, а здесь мы сейчас залезем в море, чтобы узнать его температуру. Молнии вроде нету. Так что должно быть это максимально безопасно. Первое ощущение. И в принципе нормально. Слушайте, ну, прохладнее водичка, чем воздух. Ну, еще плюс дождик ее сейчас остудит. Пока я буду замерять, вы можете писать, ребята, ваше предположение о температуре воды. Воздуху море 19,7 показывает. Закидываем градусник моря. 19,1 температура воды. Лебеди подошли, посмотрели, что я делаю. И пошли дальше. Можно выходить. Значит, температура воздуха равна воде. Обидно, чтобы была такая хорошая прям погода, да. И сейчас, бац, температура упала. Упала причем с 22 градусов до 19. Ну, южички и солнце наше. Все, ждем. В официальных новостях говорили о том, что вода прогреется в середине июня до 22 комфортных градусов. Мы будем надеяться, что раньше, потому что уже было прям хорошо тепло. Красные флаги висят, купание все так же запрещено. И здесь я смотрю, что под крышей этого прохода пособиралось очень много людей. Такие не совсем с радостными лицами они все. Ну, что сделать, что есть, то есть. От этого никуда не деться, друзья. Вот, Лебедя, Ханапа. Люди все-таки хотят гулять. Вот я не знаю, куда мне деваться, возвращаться обратно. Ну, давайте дойдем еще до улицы Горького. В парке, как вы понимаете, тоже никого нет. Только музыка играет. Грустный диджей решил, наверное, раскачать. Вот, наше подписчица мороженку продает. Ну, так классно. Парк только мой. Мамы, не показывайте это видео своим детям, а то они вас замучают, потом поужаваются. На колесе мы, кстати, классно прихватились. Сейчас в эфире в прямом, я рад, что все получилось. Так, я начинаю не помещаться под зонтом. Мне кажется, меня прям смывает. Дождь становится косой, и это крайне удобно. Но, честно, дождь нужен был. У нас давно его уже не было, хорошего такого, чтобы растения напились, водички. Самое главное, чтобы не было потопа. Все было сухо, классно и прекрасно. На что мы очень сильно надеемся. Хотя, если он вот такой пойдет несколько часов, я думаю, будет нехорошо. Ну, сейчас, видите, на траве нету воды, она не стоит, потому что почва просохшая очень сильно. И мы будем надеяться, что все будет классно. Девушка без зонтика. Печалька. А это белая шляпа города Анапа. Анапа. Еще одна мороженая точка. Ну, что бы не отпустить девчонок домой, или они тут как охранники, наверное, сидят, караулят. А вот детям все нипочем. Поднимаемся на главную пешеходную. Наша улица Горького. Может, увидите, сколько здесь нет людей. Что налево, что направо. Пустота, друзья. Ну, в такие моменты классно снимать фонтаны. Не хочу потопов. Я понимаю, что у нас, конечно, ничего особо не сделали. Так сказать, чтобы центр города освободить от потопов. Только поговорили о том, что левитимая система нужна. Но не хочется, чтобы опять все поплыло. Потому что это все, как обычно, в море. Но если вот такой дождь продолжится, то я думаю, что будет очень плохо. Так, под деревьями тут вообще-таки огромные капли стали. Так, пора мне ноги уносить, ребята. Смотрите. А вот ливневая система, слушайте, чуть-чуть работает. Так что я особо сильно наговариваю, но зря. Людей, которые без зонтов, мне искренне жаль. То есть, им лучше бы идти домой. Потому что мокрые уже полностью, как говорится, до нитки. Тут работает у нас вкусная точка. Я начинаю думать, может, мне тоже притормозить, куда-нибудь зайти. Артавиню у нас пустое. Здесь вот девушка сидела под ракушкой. Это их, смотрите, прям как джунгли в Анапе. Невероятная красота. Вам бы еще передать наш аромат. Запах амазона, свежая зелень. Можжевельнички. Сосинки. Просто супер. Ручьи. Так вот собираются в реке, потом несутся туда. Сейчас я, наверное, доеду до Гребенской, посмотрим, что там будет. Хотя эта вода, наверное, пойдет в Краснодарскую. Опять момент, там дождик стих. У меня просто зонтик, чтобы принимали, как-то дырявый. Настолько сильный был дождь, что мне начало даже сквозь зонт. Мочите камеру. У меня, я иду, смотрите, мокрая голова. То есть, вот так я попал в эпицентр ливня. Хорошо, что сильного ветра не было, а то было вообще хана. Здесь у нас, кстати, винный магазин тоже сносит. Говорят, что будет что-то другое совершенно. В этих местах, также на нашей набережной, привоза сегодня нет. Ну, мы вернулись, в принципе, на нашу театральную площадь. Да, друзья мои, давно такого ливня у нас не было. Я вовремя добрался до машины. Давайте, как проведение какое-то отдал мне, чтобы я в нее сел. И здесь просто ливень усилился. И она по-попылам. Все, у нас улицы превращаются в реки. Ну, как говорится, погода плохая. Что нам не хватало еще? Сильного ливня. Вот он, пожалуйста. Улица Черноморская. Тут прям потоки уже. Вся улица, видите, водой залита. То есть, ее не перейти просто по пешеходным переходам. Прям очень сильно. А это возле больницы. Представляете, какая река просто бежит. Это оттуда с гор Субсеха вода идет. Потоки не такие сильные пока еще. Мы под Гребенской улицей остановились на светофоре. Сейчас повернем на нее и посмотрим, что там ближе к морю происходит. Я очень надеюсь, что ливневая система подготовлена, почищена. И все будет хорошо. Бедные люди, как их жалко. Пытаемся прорваться туда ближе. Здесь со всех улиц стекается все в реки. Вы можете увидеть, что воды довольно-таки много. Это пересечение с Горького, по которому мы с вами шли. Тут все затоплено уже, ребята. Ну, давайте попробуем торматься. Ругаться будет на меня Максим, скажет Юра. Ты опять с колесами, подшипниками полез в воду. Ну, а что делать? Хочется посмотреть и вам показать, что там вообще происходит. То есть, сантиметров пять, наверное, стоит воды по всей дороге. Но самая жесть всегда, конечно, что она туда, в конце. Смотрите, ребята, что тут происходит. Сколько воды течет. Все, уже вода по бордюре, ребят. Походу, все-таки пляж утонет. Жесть. Это просто настоящая жесть в Анапе. Так как я предрекал, вода по бордюре. Офигеть, как быстро. Она еще будет прибывать, потому что пока вся с горь стечет, это еще надо очень много времени. Главное, чтобы ливиосистема впереди справилась. Если нет, то это будет, конечно, жуткая жуть. Этого бы очень сильно хотелось. Дождик перестал. Здесь воду сносило. У нас Гриденская. Прям настоящая такая река. Вот это да. Тут покупка, она только что была сухая. Сейчас ее все полностью затопило. Жесть. Люди закрывают торговые точки, понимают, что сегодня, наверное, уже работать не получится. Да. Ну, если, в принципе, сейчас кончится дождь, то тогда будет более-менее хорошо. Если не кончится, то будет печально. Вот с того, ребята, на мгнии. Немножко отдыхают, клиентов нету. И тут уже целые пороги образуются у нас. Прикольно так смотрится. Слышно, люди стоят, какие-то перекурки устроили. И, кстати, бон аппетит. Столовая открылась с правой стороны. Ну, вот он. Там говногейзер заработал то, о чем я вам говорил. Люк будет выбивать. Только разворачивались здесь, и все было хорошо. Сейчас можете увидеть. Знаете, зачем это происходит? Потому что очень много нехороших людей сливают канализацию с точной воды. Это прям канализация сейчас идет. Она будет сливаться в речку Анапку. Ну, что там система такая уходит в нее. И потом уже с речки Анапки идет море. Я думаю, на камеру видно, да, как вот черная вода прям хреначит оттуда. Радует, что пока еще вода не прошла туда дальше. Если дождь закончится, то есть шанс, что все будет более-менее нормально. Хотя уже нормально не будет. Когда мы увидим говногейзеры. Запах, ребята, это просто не передать. Куски говна. Чтобы по улице вода будет. Это печалька, ребятки. Посмотреть. Это очень грустное зрелище. И сколько лет уже показывают, до сих пор ничего не меняется. Надо понять, мужчина купаться, что ли, тут собрался. Я не знаю, что он сейчас тут делать будет. Вот он, видите, сюда бежит. Вот там ливневая система, в которую эта вода уходит. Господи, хоть бы дождь закончился. Пожалуйста. Только не симовая набережная. Люди все со всех сторон это снимают. Все в шоке просто. От того, что происходит. Небольшой дождик приводится к таким вот последствиям. А здесь тоже, смотрите, говногейзер. Тоже ливневая система. И там вода, канал, или как называется, ребят, затопилось. Смотрю, у них вода стоит. Вот у нас черная жижа, видите, выходит и выходит вот сюда. А вот это вот отсюда канал. Вот он идет вот так там вдоль забора. И там речка Анапка. Можете потом пройти, посадить. Просто мне в говно лишь не хочется, чтобы вам это все показать. Очень обидная ситуация, что мы вообще с тобой такое наблюдаем сейчас. В большом сожалению, это внутри вот мир кино. Очень обидная ситуация, что это вообще здесь сейчас происходит, ребятки. Хотелось бы, чтобы мы с вами такого не увидели. Вроде бы вода, честно, спадает. Но хорошо, хоть она туда не пошла. Потому что если бы смыла набережную, было бы вообще очень грустно. Течет говноручей, бежит говноручей. Вот там бурлит, конечно, вообще просто жутко. Смотришь на эту картину, думаешь, охренеть. Как же такое вообще возможно, в принципе. Если вы подумали, что насчет говна пошутил, вот куски говна валяются, видите. То есть просто картином маслом усрались, блядь. Ну и чтобы вы не думали, что я пошутил, вот они, потоки летят в речку Анапку. Ну, точнее, это уже речка Анапка. Вон оттуда машинки там стоят. И вот она сюда приходит. Это улица Набережная, выходник с вами. И здесь все нормально. Небольшие лужицы, в принципе, и все. Кстати, похвалить кафе Джузеппо. Здесь такой прям аромат вкусный стоит. У них что-то готовится, что даже запах того, что я вам показывал ранее, перебит. Ну, а тут Йок Макарик тоже все утонуло, ребята. Блин, ну как так? Я думал, отсюда вода не дошла. Потому что, видите, система ливневая вроде бы есть. А получается, что фиг там. То есть, и здесь набережная затопила. Жидко. То есть, я думал, все-таки пронесло. И почему-то система ливневая не справилась. Ну, хоть пляж не размыло, и то радует. Вот он, пожалуйста. Небольшой анапский дождь. И мы плывем, ребята. И вот там вот тоже система ливневая. Надо здесь поставить. Была надпись «Море». Было прикольно. Мне очень нравится, как люди сидят в кафешках, наблюдают за всем этим. Вот так вот потащил парня. Фото на память планеты. Но вода, когда чистая, то можно. То есть, вот как там черная. Еще хорошо, что не соединились, как говорится, эти реки. А то была вообще печалька. То есть, чтобы добраться оттуда, надо прям постараться. Тут уже прям глубина такая приличная. Ну, как яма, видите, сделана. То есть, ну, должна вода куда-то уходить. Система-то есть ливневая. Значит, она забита, не работает. Как я понимаю. Так, ну, давайте сходим, глянем, что на пляже. Что происходит вообще? Кафешки работают. Музыка звучит. Значит, все радостно и прекрасно. Здесь яму можно увидеть, что тоже сбегала вода. Но разрушений на пляже никаких нет. Даже выглядывает солнышко. Слушайте. Это прям красота, ребята, да? Тут где-то потоп идет. А тут светит солнце. Фантастика. Нашей природы и погоды. Ну, будем надеяться, что уже все, больше не будет. Одинокий голубь на карнизе за окном. Смотрит на меня, стучится в дом. Интересно, конечно, как там видите его джемотем. Если вы где-то там отдыхаете, присылайте свои фото-видео. Номер под видео имеется. Ватсап, телеграм. Буду рад вашим сообщениям. Ну, отсюда я, по крайней мере, вижу, что пляж вроде бы не смыло. Ну, на всякий случай, пойду прогуляюсь, посмотрю. Ну, и так вот выглядит пляж возле моря. Качелек. Ляпота. Это называется смыв в море, ребята. На тех купания точно запрещено. То есть там вылилось что-то жесть. А картина, конечно, маслом. Это пипец, ребятки. А, там идет поток, видите, вода выходит сбоку и опять размывает пляжи. Часть. Получается, смыло не центральную часть, ребятки, а непосредственно с левой стороны размытие происходит. Вот отсюда эта вода вся и выбегает. Здесь был установлен лоток, поэтому можно увидеть, как это работает. Еще такого прям вверх страшного. Нас оберетно засыпают и, в принципе, на этом все. Дану себе того током не ударило. Так вот наша набережная. Очередной раз, ребята, утонула. И все, входит в море. Вот так вот, ребята, это выглядит. Ну, и здесь, можете увидеть, люди ходят с детьми, запечатлевают тот момент. Приехала у этих мужчин какая-то. Вот так вот оно все туда. Вот так вот, ребята. Смотрим на то, как утонуло у нас в этот раз все. Ну, честно, не настолько критично, как мы с вами видели в прошлые разы, когда воды было настолько многое, что она прямо вот отсюда шла, смывала всю набережную. Сейчас, получается, с левой стороны она вся вышла. Да. О, у нас и пак утоплен. Тоже, ребята. Вот это да. Вот вам и дождик. Самое интересное, что вышло солнышко. И все выглядит вот так вот. Тут, видите, темные воды. Поэтому туда особо заходить не надо. Здесь же все вроде бы цело. Вид, конечно, со стороны нереально жуткий. Вот на такой пятно теперь. Я не знаю, как это прокомментировать. Больно. Ну, тут сейчас никуда не деться. Вода должна уйти. Это техточная достопримечательность. Снимают все-все-все ребята. Новый аттракцион в Анапе. Такой вот. Здесь делали отлини. Как бы водоотвод. Я хочу сказать, что он сработал по ходу. Вот в люках вода стоит. А здесь воды практически нету. То есть, значит, ребята сделали все правильно. Но такие места надо запоминать. В таком формате, да, ребятки? Смотришь, прям не веришь, что это прям перед тобой все происходит. Ну, хочу сказать, что парк тоже не сильно так-то утонул. Только вот эта вот зона возле Ласкового берега. Все остальное, в принципе, сухое. Уже можно идти гулять. Сейчас интересно посмотреть эмоции людей, которые приходят. А там все затоплено. Смотришь картинку тоже, да? И поворот такой, бац. И венец я. Привет, ребята. Жесть, конечно. Просто жесть. Очень жалко. Да и труда сколько было, да? Сюда вложено, чтобы все сделать. Сейчас опять может там что-то подмоют. Но будем надеяться, что просто водичка уйдет. И все будет отлично. По крайней мере, этого очень-очень хочется. Музыка играет, люди танцуют. Что еще надо? По дождю могу сказать, что вот этот бетон, как просто... По крайней мере, такой вот под дождь, как у меня. В шлепанцах. Ноги разъезжать. Я раза три сегодня чуть не упал. Подходим к улице Краснодарской. Тоже выход здесь у нас от центра к пляжу. Здесь видим, что еще воды очень много. И все еще тонет. Я даже не могу представить, где мне тут ее обойти. Потому что здесь можно выше колена идти в эту воду. Прям очень глубоко. Походу придется. Я тут нашел просто более-менее место. Вот там бьют ключи. Тоже вода несется. Сюда вовсю. И туда к берегу. Это наш новый. Ну, обновленный аквапарк. Солотой пляж. Люди обсуждают, как эта вода пахнет. Пахнет она очень хреново, ребята. И все это сейчас идет в море. Тут вот главное не уйти. Потому что мне в прошлый раз, помните, мужчина показывал, что есть тут люк, который можно провалиться. Радует тот момент, ребятки, что все-таки какие-то были меры сделаны. Что видите, здравствуйте, что лоток стоит. Хотя бы вода уйдет. Сейчас ждем первый шторм. Все унесет. Как ни крути, у нас все все равно канализационные стоки идут в море. Но обидно, что вообще хоть что-то есть. Потому что столько, как говорится, настрадали из-за этих потопов. Вот он опять просто залповый ливень. И все опять поплыло. Чуть не падает. Мне интересно, конечно, очень сильно, как ситуация видеть его. На тот момент, когда был первый дождь, мне тут сообщал, что воды вообще в принципе нету. Присылал фото. Сейчас попробуем узнать. Фонтанчики. Красота. Блин, надеюсь, что больше дождя не будет. Это будет просто жуть, если еще пойдет. Радуют вот розочки. Там красавицы. Фантастические. Аромат от них стоит великолепный просто. Жалко, их чуть побило дождем. Представляете, как он сильно был. Просто капли дождя, это не град, и лепестки поотлетали. Очень хочется, знаете, такой работы по поводу поиска тех, кто сливает в канализацию сточные воды. То есть, ребят, вот тех, кто отводит туда воду, во-первых, вы нарушаете закон. Во-вторых, вы понимаете, что вы делаете с городом. То есть, если бы просто вода сошла бы вообще, ну, дождь и дождь, ну, фиг бы с ним. Но когда у вас все запущено через канализацию, гейзеры эти бьют, это жуткая картина. Тут вроде бы вода еще не сильно перемешалась, но, конечно, количество этого всего уменьшилось. О, это прям интересный такой момент. Присесть рядочком с этой вот бедой. Новая какая-то фишечка, наверное. Видите, уже все, вода спала. В принципе, мы увидели самый пик, то есть сантиметров 20 стало меньше. Так, прикиньте, сильный потоп, приходишь, а тут, короче, твоей машины больше нет. Вот такие дела. В общем, вообще, прям под люком припарковали. Ну да, воды стало же гораздо меньше. Вот чисто из люка идет вода. Там и там, то есть, получается. Так, если бы продавило и сюда, сверху уже пошел, с золотого пляжа сверху. Это уже все фекалии. Воды нету практически. Повторяю, ребят, все идет с канализации. Просто гейзер тут, видите, уже, ну, по улице там чуть-чуть, небольшой ручеек с неба канализации. Ну, этот водосток справился вообще легко. И вся вода идет чистой с канализацией. Ты сидите, сколько гостей сбрасывает в воду канализационный коллектор. Ну, тут все люки начинают друг друга за собой тащить. То есть, уровень поднимается. Это вот все из центрального начинает вдавливать во все остальные. Ну, тут можно похвалить предпринимателей, которые сразу же возле своих ролетов наводят порядки. Делаться чистым и красивым для вас. Вот здесь я переходил по воде, снимал для вас видео. Смотрите, я говорю, вода ушла очень быстро. Прям вот предприниматели нашего города, там домовладения, которые вот реально просто ходят туда в воду. Мне прям плакать хочется, что из-за них вот так вот страдают наши пляжи. Прям очень обидно.